В рамках реализации проекта «Сила Сибири» в Амурской области будет построен магистральный газопровод газохимический и газоперерабатывающий комплексы. Между правительством региона и «Газпромом» подписано соглашение. Какие-то перспективы открывает «Приамурию» обсудили за круглым столом. Подробности у Алексея Шевченко. В государственной восточной газовой программе, реализуемой «Газпромом», «Приамурию» отведена одна из важнейших ролей. По территории области пройдет значительный по протяженности участок трубопровода «Сила Сибири». В том числе и экспортно-ориентированная ветка для снабжения Китая. Долгосрочный контракт с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией предусматривает экспорт 38 миллиардов кубометров российского газа в год. На полную мощность проект выйдет к 2023 году. Пока же идет подготовительный этап строительства. Буквально в ноябре-декабре месяце мы уже планируем выход на подготовительную работу для магистрального газопровода. Первый участок – это от Чаинды до Ленска. 208 километров вырубка полностью трассы, подготовка для того, чтобы можно было приступать к производству работы. Параллельно подрядчики уже ведут передислокацию техники, людскую их ресурсу. Якутский газ сложнокомпонентный. Вместе со строительством трубопровода в регионе будут развиваться перерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по выпуску гелия. Газовый кластер из технологически связанных заводов расположится в двух десятках километров от свободного. Это тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний день зачастую молодые люди, оканчивая вуз, не имеют нормальной, хорошей работы. В данном случае перепрофилирование обучения именно под востребованные специальности – это будет давать толчок для получения образования для молодежи. Молодежь будет где работать. Она будет востребована. Это, на мой взгляд, одно из наиболее главных даже достижений. Наличие на территории региона крупнейшего газохимического комплекса позволит придать значительный импульс экономике Амурской области. Высокотехнологичные производства обеспечат дополнительные налоговые поступления в бюджет. Кроме того, Сила Сибири дает возможности дальнейшей газификации при Амуре с наименьшими издержками. Генеральной схемой газоснабжения предусмотрено довести уровень газификации в Амурской области почти до 92%. Кстати, первые работы по реализации проекта на территории региона планируют начать уже в конце этого года. Предстоит грандиозная работа, для которой важен буквально каждый час. А потому откладывать стройку «Газпром» не собирается. Здесь работа, как сказали, на десятилетие. Это не просто транзитный проход газопровода Сила Сибири по территории Амурской области. Это комплекс глубокой переработки этого газа. Поэтому для Амурской области, я хочу сказать, наверное, это один из самых значимых проектов за всю историю его развития. Таким образом, выгода для при Амуре от подписания соглашения с концерном «Газпром» очевидна. Общий объем инвестиций, направленный на реализацию проекта в регионе, превышает четверть триллиона рублей. Всего же, по предварительным подсчетам, Сила Сибири принесет в бюджет Амурской области более 600 миллиардов. Алексей Шевченко, Павел Падалко, Вести, Благовещенск.